Попытка поймать огромную щуку. Мастер, у снаряда. Мастер, повернись, помахай рукой. Вот так сойдет? Да, сойдет. Утром несколько раз кидал. Один раз даже выход был с щуки. Плюхнуло, но брать приманку не стал. У него понравилось. Сейчас покажу на берегу. Это веяние нового времени. Одноразовые маски. Ярослав ругается. Я не про это говорю. Ты же и не говоришь плохие слова никогда. Там мыс такой хороший, но он занятый. Детвора бегают. Тоже шатры стоят. Народ плотно отдыхает. Снимаем запах мяса. Алдан знает где находиться. Снимаем запах мяса. Ведя в мои покои, он обнаружил неврежную взастрелую постель, влажное полосердце в ванной и другие предметы туалета, свидетельствующие о том, что я только что слышала. Закат. Закат. Тоже у нас сегодня день получился. там закат тоже у нас и соседи вон там сегодня 13 июня решили мы уехать суксияры потому что очень людно и людей из карантина выпустили что-то не показывать не помню собачьи не дикая собака дингу они мне идут следы какие-то показывает медведь что-то медведь же следы не знаешь что в маленькие просто маленький маленький курил болел такой волк собаки что ты меня перебиваешь вот о чем я становился сильно людно народу тьма в жизни тут столько не видели людей мы один год были тут было машины 4 мы думали что это очень новый а тут прям друг у друга на ушах сидят вечером вчера как народ попер машины туда-сюда ерзают в общем мы такое не очень любят решили переехать на другое место ну на день раньше мы не сегодня в самом завтра бы переместились но перед отъездом решили сходить на остров скажем фактически там является полуостров очень большим но с материком соединяется вот таким узким перешейка с этой стороны озера с этой стороны озера но очень красиво и классно поэтому прийти не зайти не прогуляться здесь мы не могли раннее утро туристы все спят топать мы сильно не будем прогуляемся специальное включение они идет плачет ну плачет от счастья думали что мы вообще сюда не скоро но в этом году точно не попадем а тут оказалось что попали еще любимое место и человек очень сильно расстроился анютик отключаемся оставим они со слезами счастья поедине и Продолжение следует... Прошли сбоку, одна полянка, две машины, целый лагерь оборудованный стоит. И такие машины, ну одна ладно, там паркетинг, вторая затерка, поэтому перешейка проскочили, но водители экстраклассов. Змея, зараза такая. Ну да, мы кстати вообще не знали, что здесь есть змеи. Первый раз мы сюда на остров переплывали на лодке, мы были на том месте, где в этот раз стояли, но и думали, что мы не знали, что это полуостров. И переплывали на лодке, гуляли и первый раз когда здесь увидели змею, тем были несказанно шокированы. Потому что я не думал, что здесь змеи есть. Да, там где лагерь тоже. Да, лагерь я имею ввиду, здесь на этом острове когда-то располагался база финских, или как лагерь, финских бойскаутов во время войны. Тут в самом конце есть остатки зданий разрушенных и табличка, которая об этом гласит. А, скажем, вдоль противоположного берега там блиндажи, окопы с войны еще сохранились. Ну понятно, что поразрушены уже, но блиндажи явно угадываются. Но мы туда не пойдем, поверьте нам на слово табличку. У нас фотография есть, я видео вставлю. Фотография этой таблички, ну там люди, тем более раннее утро будет топать ногами в борщ-часть. Пойдем берег, снимем руки. Ладно, посмотрите какой красивый тут лес. Птицы поют. Смотрите, на перешейке вот такая дорога. Как я на пузотерке ее сюда проскочил, это загадка. Дальше там патриоты стоят, но этот молодец. Просто молодец. Впереди из Газакустани не видно, лагерь стоит. В прошлом году вот тут стояли. Хорошее место вот это залив. Остров напротив с Ярославом плавал, куда рыбачили. Рыбак на лодке сидит, лесни кидает. О, где лагерь. Вон за это место я говорил. Место изумительное. В том году сюда, когда мы здесь находились, мимо нас проезжал автопробег Карелия Трофи. У них здесь на острове была стоянка заготовлена. Их там куча машин. Не знаю, их два десятка, три десятка было. Потом дома интересно было посмотреть, кто они, что они. Нашли даже старт. Их не нашли. В новостях показывали. По РТР, что они. И все. И больше ни слова. Как он у них прошел, как он закончился. Сейчас инстаграм, это все должно быть завалено. Нашли в каком-то инстаграме несколько фоток. Короче, так и неизвестно. Чем их не Карелия Трофи закончился. Вот эту тропинку хотел показать. Мы с Аней в том году лодку отсюда. Как морские котики на руках. Хоп, перетащили. Тут тоже такой залив обалденный. Поставушки стояли чьи-то. Ну уже брошенные. Палки одни пооставались видно. На щуку кто-то ставил. Вот такая заводь прям. Как перед один хороший тревел-блогер. Которого мы смотрим. Место перспективное. Ну, рыбы не было, правда. Но место перспективное. Озеро Суаярви. Очень красивое озеро. Озеро. Но как-то мы искали-искали. К нему съезд. Все съезды или перекопаны. Или на них находятся какие-то заимки, дачи. В общем. Как-то хотели на нем отдохнуть. Но не получилось. Вон рыба печется. Но озеро очень красивое. Озеро. Хотел по каменной гряде пройти. Но что-то, наверное, не судьба. очень интересный момент такой мы на уксерве еще увидели здесь будет видно на камеру вода цветет или это может не цветет может на что-то местная пыльца какая-то летает будет рано еще цвести июнь месяц только кстати было в планах еще доскочить на белого моря до ум бы сейчас своя и позвонили позвонились горячую линию мурманская область закрыта как проезд въезжать с обязательной регистрацией нам это не подходит дома есть картина сделанная из фотографии вот сфотона у вас этого места я не любитель бани ну представьте как по кайфу баня прямо на берегу рыба гуляет да рыба стоим прямо за берега плещется фильтра нету на камеру солнце будет отсвечивать на улице будет видно стайки рыбы прямо за берег приходит не форель конечно но рыба ну а все равно не буду ну а 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 проезжали увидели озеро красиво сходить посмотреть съезда к нему нет тропинка какая-то ну да смотри следы свежие свежие а суши тут рыбы наверно а он чешуи начищена рыбу чистили нет ну а 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 рыба здесь ходит болотистое озеро под ногами трясина гуляет они вот смотри а трясина гуляет ноги на вода чистейшая класс красиво сказка наконец-то нашли место вот такое замечательное очень большое озеро почему-то навигатор название не показал что как называется не знаю звонит спиннинг идем вытаскивать рыбу ярослав пошли вытащили приехали на уточку мелких акуни решил на спине кинуть посмотреть муж покрупнее смотрим на дочь быстрее быстрее крутить тут по над берегом камней много так но идет явно 3 килограммовая фары так ну и камеру включу итак продолжаем такой у нас лагерь в принципе стандартный пока до озера доехали нашагались сегодня капец на хотели на гиросе остановиться там столько съездов и посмотрели в общем каждый пройдет до конца на машине 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 базарных исходили пешком можно приставить туда-сюда туда-сюда столько съездов осмотрели в общем жалко лодку нельзя такие острова на озере прикольно было бы поплавать но с лодкой в этот раз облах на гиросе одни места где то заболочены и нормальные там заняты но это естественно вчера с озера ну смысле сегодня уехали суксиярию ну что ну не знаю говорил уже нет потому что народу тьма или то что карантин прошел или не знаю люди ну науксияри там я буду по нигде упасть ехали нашли еще одно озеро тоже без названия тоже такое здоровое выехали такое место кайфовое но оказалось занятое и оно и было единственное нормальное остальные или съезды или заболочены или не для нашего водика у нас резервный план то был озеро боярское сколько мы до него километра восемьдесят наверное не доехали там аж три места на нем знаем где можно остановиться три с половиной можно сказать четвертое место мы увидели в том году но и не съезжали на машине так приметили думали если чего приедем на сходить посмотрим ну вот не доехали чисто случайно увидели съезд свернулись оказались ну и судя по костричу только сегодня кто-то отсюда уехал так озеро конечно классно посмотрим как мазь пойдет сколько мы здесь пробудем есть еще планы по Карелии помотаться вот у нас еще и есть дни ладно посмотрим 14 июня утро вот такое тихое спокойное утро с утра ветер немного дул и такой легкий ветерок хорошо разогнал комаров достали уже гады с вечера немного рыбы ловилась поймал несколько плотвичек таких неплохих и мелочь понятна была на опарыша червя как не в себе ловит клюет окунь причем мелкий завтрак аристократов на дверях показала запахавшаяся скривожная Лена за ней маячил капитан у него было сердятое лицо с утра нам оладушку тряпала вот сказала старуха капитана корову поймала сметану она делала ягоды собрала наваривы вот так вдруг это именно они сточили мои драгоценные а где Владимир Иванович? капитан проговорил с досадой ваши документы граждане и пройдем с собой так вот накупаться и с ума сходить так переходим к жарке рыбы вот это что ну не то что поймали а то что себе оставили мы обычно так ловим оставляем только то что съедим да нельзя лишнее брать правда был еще окунь такого же размера только килограмм пять я думаю даже семь наверное весь ну кто то не будем говорить кто его упустил когда взялся чистить ну считается пяти килограммового окуня семи килограммового окуня отпустите ладно ты не удержала сына идет процесс сдарчить и рядом приготовлены блюда запах ну собаки обед из трех блюд такой борщик со сметаной рыбка котлеты овощи в общем явно не похудеем нет худеем вечер наступил пока сходил за камерой колокольчик опять молчит пока вот такой вечер у нас красота во второй половине небольшой ветерок был ну разогнал волну рыба вообще клевать перестала как ловились окуньки такие ну крупня где-то в районе пальца как они там на крючок налазили и все больше ничего не клевало ну сейчас под вечер вроде немного расклевалось но основу плотва ловится скажет там мы больше не претендуем ловится и ловится главное плотва тоже такая ну чуть больше ладони бывает что колокольчик еле еле или там поплавок так аккуратненько притопит ну поплавка ладно колокольчик еле еле а тут смотришь колокольчик звенит спиннинг как же загибается вытаскиваешь а там окунем в два пальца ну что-то деребанит потихоньку так как только камеру поворачиваю перестает скромничать кто-то там стесняется о комар сел на экран не знаю видно будет он записи или нет комаров тьма брызгалку взяли неудачно попали хватает минут на 15 я пойду чтобы вечером посидеть половить сапоги я делал на комарник натянул так что полностью защищен через парку они не прокусывают в принципе голые только кусты истерок минуту в карман засунул сейчас вот камеру держу потихоньку за все только камеру повернул все колокольчик перестал звенит вот такой красивый вечер 15 июня чуть его вода не проглотил надо сидеть сидеть с утра похолодало ветерок такой поддувает он сильный но верховой деревья сверху шумят на небе появились вот такие беленькие полосочки и насколько я знаю грозит сменой погоды в Кариде погода такая загадочная что здесь можно ничего не грозить посмотрим ну сегодня мы еще один точно будем здесь завтра скорее всего передвинемся в озеро боярское отсюда 90 километров посмотрим олдан ко мне иди ко мне кому хорошо встал с утра накупался наплавал теперь у него веселое настроение да ну и нам так тоже хорошо мы хоть в озере еще не купались но нам все равно тоже хорошо давай сюда ага сейчас скажи ладно пойдем заниматься делами кстати щука чтобы на поставушка не попалась щуки тут нет ну или есть но очень не голодные или не голодные ну и шиш с ней вот такая с утра волна не знаю ветер микрофон прям дует вот такой вот вот скажите можно похудеть в этом доме или нет как мальчик ничего не определен хоть и буря сверху хоть и буря пожарился там кастрюлька ухи стоит вот это обструкция хитрая вон там везет рыбка сейчас мы ее закоптим коптили не перенесу испытания вот что от нее осталось очень красиво вспыхнуло но рыба была спасена теперь птица старым проверенным способом что с любозом иначе откуда бы она узнала что его грудность и что отлично начали сборы к завтрашнему старту начали сборы к завтрашнему старту завели костер не просто костер сказать мусорный костер пособирали вон банки покидали больше мусора не нашего что в округе пособирали вычистили следы пребывания людей закопали тут целая гора бутылок была аккуратно сложена под дерево вот наверное отвалятся увести их с собой или закопать нет вот убрались аккуратно сложили ну так же банок насобирали железные сейчас костры обжигаем видно баночку ну и свои там всякие бумажки меньше тащить пластиковый мусор весь скручивали вот 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 мы будем ехать через деревню мусорник узнали как называется озеро озеро называется большая волома приезжала приезжала здесь семья искупаться в озере ну искупаться так громко сказано зашли там по колено в воде побродили попрыгали и уехали их спросили сказали озеро спрашаю волома теперь знаю где мы находились вышли она что komen смех